Почему подорожают колбасы и сосиски в ближайшее время? Смогут ли банки сдержать рост ставок по автокредитам? И каковы расходы казанцев на отпуск? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нины Горюнова. Здравствуйте! Мясо комбинаты предупредили о повышении цен на колбасы, сосиски и полуфабрикаты. Данная продукция может подорожать на 7-20% в начале ноября. Производители объясняют рост цен на мясную продукцию подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин. В Минсельхозе заявили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. К примеру, животноводческим предприятиям дополнительно выделили 10 миллиардов рублей в качестве компенсации и части затрат на закупку кормов. Объективно в этом году рост цен ускорился. Если, например, у нас... Ну, чтобы было понимание, у нас в стране, в России, в последние годы, рост цен в основном был связан не со спросом, то, что там желающих купить много, а с тем, что у нас все время растет себестоимость продукции. Да, это связано с тем, что у нас растет тарифы, это у нас растут, получается, ну, из-за обесценения рубля у нас, соответственно, дорожает обслуживание импортного оборудования, да, и, соответственно, закупка оборудования. Это раз, да, и плюс налоги. Налоги тоже в последние годы растут. Отметим, что у сосиски в Татарстане с начала года уже подорожали на 18%, цены на колбасы выросли на 10%. Ставки по автокредитам могут вырасти до конца этого года. Это произойдет на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Напомним, что в этом году она увеличивалась уже шесть раз и сейчас составляет 7,5%. При этом регулятор не исключил, что в декабре ставка вновь вырастет. В банках заявляют, что в этом году они максимально сдерживали рост процентов по автокредитам. И сейчас средние ставки находятся на низком уровне. Они составляют 10-12%. Весь 2021 год все банки держали минимальные ставки на рынке. И я даже больше того скажу, продолжают держать, независимо от действий Центробанка. Ставки не повышались шесть раз подряд. Это связано все-таки с желанием дать клиенту интересную ставку и выиграть конкурентную борьбу. Но в среднесрочной перспективе все же ставки повышаться будут. То есть банки вынуждены будут реагировать, особенно если будет эта тенденция сохраняться, и Центробанк продолжит повышать ключевую ставку, безусловно, повышение ставок будет. И с учетом того, что мы держим ставки на минимальных уровнях на сегодняшний день, сейчас вот с точки зрения покупки, с точки зрения кредитных расходов, оптимальное время купить машину. Напомним, что в Татарстане, как и в целом по стране, сейчас наблюдается дефицит новых автомобилей. Люди вынуждены ждать нужную модель по несколько месяцев. Это связано с тем, что производители не могут выпускать необходимое количество машин из-за нехватки импортных комплектующих, в частности полупроводников. По словам экспертов, такая ситуация сохранится минимум до конца этого года. Дефицит есть практически во всех брендах. То есть ситуация, когда клиент может спокойно выбрать понравившуюся модель, цвет и купить, к сожалению, сейчас этой картинки уже нет. В штуках автомобили продается меньше. Также продается кредитов меньше на автомобили именно вследствие дефицита. Но в то же время возрос средний чек, и, соответственно, в среднем в объеме продаж рынок достаточно стабилен. Глобальных потерь нет. Дефицит новых автомобилей привел к повышенному спросу на машины с пробегом. В этом сегменте также ощущается нехватка интересных предложений. Хорошие, поддержанные автомобили раскупаются мгновенно. Более трети казанцев сократили отпускной бюджет в этом году. Из них почти каждый пятый сильно урезал свои расходы. У 21% отпускников траты на отдых остались на запланированном уровне, а у 44% увеличились. Таковы результаты исследования РГС-банка. Примечательно, что бюджеты отдыхающих в этом году крайне разнились. Более трети респондентов потратили на отпуск менее 25 тысяч рублей. Почти столько же, 33% опрошенных, израсходовали в 6 раз больше, свыше 150 тысяч. И еще 11% уложились от 100 до 150 тысяч рублей. Несмотря на то, что в 2021 году отпускные планы казанцев стали смелее, большая часть отпускников оказалась ограничена как в средствах, так и в направлениях отпуска. Сокращение расходов на отпуск, с одной стороны, отражает продолжающееся падение реальных доходов населения из-за пандемии. С другой стороны, говорящими являются цифры, указывающие, что все больше отпускников не укладывается в минимальный бюджет на фоне продолжающегося роста цен. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале «Татарстан-24» каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на YouTube-канал «Татарстан-24» в раздел «Новости экономики». До встречи!